Напомню, буквально вчера министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава требует пересмотреть вопрос героизации ОНУПА. Иначе, по его словам, с Бандеры в Евросоюз Украина не войдет. А в Германии сейчас прибывают первые участники саммита Большой Двадцатки, который стартует в эту пятницу в Гамбурге. По сообщениям немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель, российский президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят на полях G20 и урегулирование украинского кризиса. В том числе, когда состоится встреча, пока не ясно. А вот о чем еще будут говорить мировые лидеры и как идут последние приготовления к саммиту, узнаем от Татьяны Лагуновой. Такие довольные лица лидеров одних из самых влиятельных стран мира увидишь не часто. Ангела Меркель и Си Цзиньпин в берлинском зоопарке фотографируются с пандами. Пару бамбуковых медведей Китай недавно передал Германии в знак дружбы. И этот совместный визит в зоопарк, пожалуй, один из самых приятных моментов подготовки ко встрече Большой Двадцатки. Саммит 20 будет одной из самых непростых международных встреч. В Гамбурге ждут сразу несколько лидеров, с которыми у Европы сложные отношения. Это Дональд Трамп, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган. С ними и другими участниками Двадцатки, хозяйка саммита Ангела Меркель, планируют обсудить как официальную повестку, климат, миграционный кризис, борьбу с терроризмом, так и незаявленные, но не менее важные темы, среди которых и ситуация на востоке Украины. Еще одну тему для обсуждения подкинули немецкие силовики. Накануне они обнародовали ежегодный доклад о состоянии дел в стране и перечислили государства, которые развернули активную шпионскую деятельность на территории Германии. В списке оказались сразу несколько стран-двадцатки. Наряду со спецслужбами России, Китая, Ирана в фокусе нашей контрразведки и незаконная деятельность турецких спецслужб, которая активизировалась после попытки переворота в стране. Я хочу еще раз заявить, что шпионаж и любые попытки повлиять на ситуацию в Германии со стороны спецслужб каких-либо других государств недопустимы. Впрочем, куда больше силовиков сейчас беспокоит безопасность в дни саммита. В Гамбург приехали десятки тысяч демонстрантов, и далеко не все они настроены на мирный протест. Полиция готовится к поджогам, актам саботажа и прочим попыткам, если не сорвать, то усложнить проведение встречи. Мирный протест разрешается и приветствуется в нашей демократии, но ни один демонстрант не вправе решать, когда и где встречаются лидеры, которые прибыли в Германию по приглашению канцлера. Первые столкновения антиглобалистов с силовиками уже произошли. Накануне вечером полиция при помощи водометов разогнала протестантов, которые без разрешения хотели установить в центре Гамбурга палаточный лагерь. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.